Добрый вечер, ребрибанди! Привет, 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 привет! Спасибо большое, что пришли, спасибо большое, что смотрите, причём все наши проекты. Спасибо, что смотрите Дизель-шоу, Папаньки, На троих, наш новый сериал Выжить любой ценой, а также шоу Танцы с Викторией Булитко! Круто, круто, круто! Слышишь, Егорчик, а я вот тоже подумываю, а может мне тоже в каком-то новом шоу поучаствовать, а? Нет, 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 я категорически против, потому что, ну, уже мы реально потратились на эти смс-ки с цифрой 06 на номер 7914 со Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром. Просто реально устали. Да ладно, я и сам могу такое шоу сделать. Будет называться «Бухач со звёздами». Я там буду и ведущий, и участник, и член жюри, и постоянный победитель. Нет, Сань, я думаю, такое шоу по телевизору не покажут. Жаль. Тогда... О, покажут, точно. У меня есть зритель. Санта. Что? Класс. Егор, Егор, а можно мне ещё в каком-нибудь шоу поучаствовать? Вика, ну пощади ты, дай хоть отдохнуть одно воскресенье. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, ну я очень-очень хочу. Ну, просто я танцевать как бы уже научилась, а теперь я хочу профессионально научиться петь. Вика, голос Диты уже закончился. Егор, а скажи, пожалуйста, а можно я буду ведущей какой-нибудь передачи? Ну, какой, например? Ну, допустим, «Вставай, Украина!» и начнём мы эту передачу с гимнастики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не вся Украина, конечно, но её часть поднимется. Егор! Ну чё, пускай встаёт. А я знаешь, какое шоу хочу? Оно. Вот сегодня доллар по 29 стал, а завтра он бац и уже по 24, а ты уже сдал. Это какое шоу? Суперинтуиция, что ли? Ну да, ну или битва экстрасенсов. Жень, ну какой из тебя ясновидящий? А чё? Ты же туго думающий. Какой? Егор, а вот я бы тоже поучаствовал в шоу. А ты в каком? Например, холостяк. Привет. Привет, малыш. А тебя не смущает, что ты женатый, у тебя трое детей? Нет, а что? Наоборот, ещё две жены мне не помешают. Да? Да. Одна будет готовить, вторая стирать, третья с розетками там. А твоя нынешняя жена Лида, она будет не против быть в гареме? Да, она у меня очень умная женщина. Да? Я вручу ей розу, и мы с ней договоримся. Ну ладно, иди договаривайся, пожалуйста. Ему тут есть, смотри. Да, кто-то ещё? Я, 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 я хочу пойти в хе-фактор. Куда? В хе-фактор. Выходишь на сцену, и жюри оценивает твой хе. Боюсь, что там поют, Сергей Николаевич. А я что, против? Пока я пою, пусть оценивают мой хе. Да, пожалуйста, конечно. Кто-то ещё? Евгений. Егор. Что? Моя Лида оказалась гораздо умнее, чем я думал. И она меня полностью убедила, что колостяк – это не моё шоу. Так что, кто ещё? Женя, а ты? Я стесняюсь своего тела. Да, я знаю твои проблемы. Ну, а что значит шоу? Ну, не знаю, тогда мастер-шеф. Мастер-шеф? А ты хочешь быть ведущим или участником? Я вот не знаю, как называется эта должность. Ну, там же, получается, 20 участников готовят еду, правильно? Да. И потом ведущие по чуть-чуть пробуют у всех, правильно? Да. Вот, я хочу быть тем, кто доедает всё, что осталось. Я тоже хочу и могу вести какую-нибудь программу. Например, «Орёл и решка». Нет вопросов, классный проект, сам лично смотрю. Просто ты должна понимать, что не всегда тебе попадает золотая карта, иногда приходится пожить и на 100 долларов. Ребята, у меня четверо детей. Я каждый день стираю, убираю, глажу, готовлю, делаю уроки. Я бы сама доплатила бы кому-нибудь 100 долларов, чтобы куда-нибудь уехать на пару дней. Руся, а ты можешь мою лиду на пару дней куда-нибудь? Стой там, холостяк. Так, что, всё? Дима, что ты молчишь? Да я не знаю, слушай, но я был ведущим стольких шоу и танцевальных, и шоу талантов, и кулинарных, ну, я не знаю. Слушай, Дима, а вот ты вот не задумывался вести юмористическое шоу? Не, в Верховную Раду я не хочу. Ну, ведущим точно нет. Окей, а если это будет не Верховная Рада, а дизель-шоу? А, тогда я согласен. Тогда поаплодируйте ему. Дорога, а я согласен. Друзья, я хочу сказать вам только одно. Пожалуйста, участвуйте в каких угодно шоу, это ваше право, но вы должны понимать, что мы круты, когда мы вместе, когда кулак. Да, потому что вместе мы занимаемся любимым делом, в нашем хорошем, прекрасном, добром, семейном, нашем дизель-шоу! 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 Мы здесь веселимся, из всех веселим, Забраем, настроем, зальем, зарядим, Садитесь удобнее перед экраном, За всей семьей на любимом диване. Наши женщины любят, мужчины и дети, Мы самое доброе шоу на свете. Дизель-шоу! 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 Что плохому танцору мешает, натурщика кормит. Представьте, обычная художественная школа с не совсем обычными художницами. Добрый день, милые дамы! Добрый день! Сегодня в нашей художественной студии Мы впервые будем рисовать человеческое тело с натуры. А у меня вопрос, это будет мужчина или женщина? Мужчина. Наконец-то! Господь, ты услышал мои молитвы! Так, пожалуйста, приготовьте принадлежности. Так, я в магаз и в аптеку. Так, Виктория! Сядьте, пожалуйста. Успокойтесь. Мы начнем с полуобнаженного тела, хорошо? Ну что ж, если вы готовы, я хочу вас познакомить. Встречайте... Скажите, пожалуйста, а если у меня остался недорисованный эскиз натюрморта, бананы и два киви, можно я его возьму за основу? Нет, мы все будем рисовать заново. Если вы готовы, то знакомьтесь, девушки, наш натурщик Сергей. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, девочки. А можно его сразу продлить? Нет, у Сергея всего три часа, поэтому давайте не будем тратить время и начнем. А что это с вами, Виктория? Нервы не выдержали, похоже. Эмоционально. У меня на сеансах такое бывает. А, по-моему, это просто оргазм у меня. Виктория, с вами все нормально? Видели? А, он в набедренной повязке. Это значит, меня фантазией моей так срубило. А я как бы... Виктория, послушайте, вы должны его просто нарисовать, да? А если я не успею, можно я его домой взять? Нет. А тогда я задержусь после занятий. Нет. Можно хотя бы фотнуть? Нет, успокойтесь, пожалуйста. А может, я просто повязку сниму, и оно впадет в кому сразу же? Послушайте, давайте работать так, как мы договаривались, да? Да. Виктория, давайте, успокоились. Теперь возьмите, пожалуйста, кисточку в руку, и мы начнем. Давайте. Серьезно? Виктория! Что? Вы куда пошли? Ну, вы же сами сказали взять кисть в руки. Нет, возьмите, пожалуйста, свою кисть. А, вот эту? Виктория, возьмите, пожалуйста, пример с Марусей. Посмотрите, она сидит спокойно и готовится. Понятное дело, у нее муж дома, а я уже пять лет, кроме кисточки в руках, ничего не держу. Серьезно. Давайте приступим, если, конечно, у вас нет никаких вопросов. Ну, простите, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а это правда, что, когда реставрировали статуи Давида, то вы, в общем, были натурщиком? Правда. О, Господи. И это еще было холодно. О-о-о! О-о-о! А чисто из любопытства, сколько стоит ваш час? Для вас я готов позировать бесплатно. А для меня? У вас нет таких денег. Я должу. Все равно вам не хватит. Я возьму кредит. Вам откажут. Милые дамы, давайте выберем самую выразительную часть Сергея, да? Да. Какие у него изящные пальцы. Прекрасно. Сравнила кисть с пальцем. Виктория. А что я? Я хочу напомнить, что очень важно соблюдать пропорции, да? Сергей, взгляните, какие у него пропорциональные глаза. Боже мой, какая у него идеальная грудь. 25 сантиметров минимум? Это ж в голове не укладывается. Ваш рисунок должен получиться эстетичным, правильно? Правильно. Я нарисую его в лунном свете. А я нарисую его у себя дома. А я нарисую его на себе при лунном свете у себя дома. Ну, вы можете фантазировать, понимаете? Одни предметы могут аллагаться на другие. Вспоминаем, вспоминаем. Аллагаться. Да, у меня он будет выглядывать из-за колонны. Великолепчно. А у меня он будет под полупрозрачной простыней. А у меня он будет за гаражами. Сереж, а идемте за гаражи? Виктория. Что? Прошу вас, успокойтесь. Мне, понимаете, я скажу вам откровенно, мне нужен от вас портрет маслом, а не кипятком. Да я вот думаю, в каком стиле мне работать? Что же выбрать? Неоклассицизм или сюрреализм? Ты сейчас реально об этом думаешь? Напоминаю вам, что начинать нужно с больших предметов и постепенно переходить к маленьким. Да? Помним. То есть начинать с головы? Ты что, глухая? Сказали с больших к маленьким? Сначала сделайте карандашом набросок, да? Я уже начала. Вот. А я вот сейчас вот начну. А я уже все... О да! Виктория, я прошу вас, прекратите, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а можно я его нарисую галяка? Нет! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой, слушайте, ну рисуйте уже как хотите. Спасибо. Что вы делаете? О, ну вы же разрешили галяка. Так, оденьтесь и рисуйте. Послушайте, давайте определимся с позой. Чур, я сверху! Тихо! Я имею в виду, стоя или сидя на стуле? Я могу быть вашим стулом. Виктория! Сядьте, пожалуйста. Девочки, что скажете? Как вам? Нам хорошо! А давайте я стану в обычный контрапост. Виктория, а вы почему пересели? У меня зрение резко упало. Виктория, сняйте, пожалуйста, на свое место. Да что ж такое? А может, моя любимая позиция? А поза победителя? Извините, можно все-таки сменить позу, а то чуточку видны его доспехи? Пусть стоит! Не мешай искусству! Виктория! Что? Да что с вами такое? Ну мы же вчера с вами абсолютно нормально рисовали яблоки. Так-то яблоки, а тут банан на подходе. Арбуз-то, арбуз какой, видала? Ах! Такой спелый, аж репнул. Прекратите! Я прошу вас, сосредоточьтесь на главном. Так на главном я сосредоточилась, когда он вошел. Скажите, пожалуйста, а можно его потрогать? Нет! Надо было на скульптора идти. Там хоть трогать можно. Послушайте, Виктория, с вами точно все в порядке? Все в порядке? Скажите, ну неужели вы никогда раньше не видели мужчину так близко, а? Так близко только в трамвае. Но он был в одежде, а у меня не было красок. Так, все, хватит об этом, пожалуйста, успокойтесь. Посмотрите, посмотрите, как сейчас удачно падает свет на Сергея. Вот. Какая игра теней, в то же время четкий контур и видна перспектива. А, потекла, сучка. Успокойтесь, прошу вас. Мы работаем, да? Да. Напоминаю, натура должна находиться на уровне ваших глаз. А, серьезно? Тогда я лучше так стану. Виктория, ну что вы делаете? Ну встаньте, пожалуйста. Ну что вы мне мешаете творить? Так, давайте посмотрим, посмотрим, что у вас получается. О, Маруся, отлично. Получается очень-очень выразительно. Заканчивайте, пожалуйста, с набедренной повязкой и переходите к телу. Хорошо? Яночка, а почему вы решили начать с ног? Растягиваю удовольствие. А, ну понятно. Виктория, послушайте, вы можете начать рисовать с того места, которое вам больше всего нравится. Так, а я не могу. Почему? Потому что то самое место прикрыто. А можно Сергей возьмет что-то в руки? Можно я буду этим чем-то? Успокойтесь. Я имела в виду какой-то предмет. Я могу быть предметом. Линейкой, ручкой, чашкой, мочалкой. Озабоченная. Отчего вы фабильярничаете? У меня имя есть. Так. На самом деле, вот то, что говорила Маруся, это все вот очень правильно и здорово. Это создаст дополнительный интерес к портрету. Да, вот. Дополнительный? Да. Вот разве не достаточного одного интересующего нас предметища? Виктория. Что? Скажите, вот что это за хрень? Я художник, я так вижу. Я спрашиваю, что это за цифры здесь такие написаны? 0,73, 444, 33, 77. Зачем они? Кому надо, тот услышал. Ян, что у вас? Что? Я художник, я так вижу. Что это? Вы что, экстрасенсы? Вы что, видите сквозь набедренную повязку? Можно я посмотрю? Нет, сядьте, Виктория, уже наконец-то. Извините, пожалуйста, у меня чешется. Можно я почешу? Можно я почешу? Сядьте. Зайка, выйдем на крысо. Сядьте. Почесать. Ну послушайте, ну вы же художницы, я хочу, чтобы вам помогла муза. Так он музу прикрыл. Кстати, а можно попросить его закинуть его ногу себе за голову? Яна, вот только откровенно, а вы как себе это представляете? Очень ярко. А может быть я закину свои ноги ему на голову, а? Виктория! Что? Все, знаете, мне это надоело. Я вот чувствовал, что вы сорвете там сегодняшний вечер. Поэтому, вы знаете, я специально для вас пригласил индивидуального натурщика. Евгений Валерьевич, прошу вас. Интересно. Это кто? Это что? Это зачем? Он слишком большой, чтобы быть натурщиком. Это художник должен быть голодным. Про натурщика ничего не сказано. А мне после семи нельзя жирное рисовать. Я поправлюсь. Так, пожалуйста, нарисуйте эскиз, сделайте контур. Мне нужен цирк. Зачем? Ну, как я вот такой вот шар без циркуля могу нарисовать? Я не знаю, ну, пофантазируйте, включите фантазию. Не знаю, у меня фантазия не работает. Мне только торт в голову лезет. А раньше другое лезло. А можно, чтобы они хотя бы рядом не стояли? А то у меня цифра 10 выходит. Если не получается, не знаю, нарисуйте шарж. Шарж. Да как шарж, если тут и так шарж вышел? Скажите, пожалуйста, мне вставать в позу рыцаря или в позу победителя? Становитесь позураком, нарисую вашу... Виктория! А что Виктория? Вот что сразу Виктория? Вот, вот это победитель, а вот это второе место на выставке майонеза. Я, между прочим, раньше был точно такой же, как Сергей. Просто меня так редко рисовали, что я поправился немного. Немного? Да вы мне на холст не вместитесь. Евгений Валерьевич, давайте приступать. Так, ничего же там нет. Я сейчас живот втяну. Это еще и сенсина! Евгения Валерьевна, ну что ж вы не предупредили? Дизель Шоу Мне очень нравится, когда вот так мы, знаете, знакомимся, улыбаемся. Потому что живем непростое время и не всегда то, что мы слышим, новости нас радуют. Я вот слышал, что недавно вышло, наконец-таки, приложение «Держава в смартфоне». Знаете, нет? Вышло. Да. Правда, оказалось, что приложение платное. И оказалось, что это приложение для оплаты налогов и штрафов. С другой стороны, я еще одну новость просчитал, что жители поняли, что в городе окончательно плохо, когда их мэр переехал жить в другой город. Сейчас мы вам расскажем о мэре, который никуда не уезжал. Итак, заседание мэрии в провинциальном украинском городке. Смотрим. Скажите, кто-нибудь, кто-нибудь знает, почему мэр собрал нас на очередное экстренное совещание? Да хрен его знает. Может, опять выборы? Они ж теперь неожиданно. Нет, ну подождите, ну может, что-то произошло? Может, он снова не может скармборд отгадать? Так вчера, вроде, по этому поводу собирались уже. Так тоже вчера. А сегодня, наверное, пароль от Wi-Fi забыл. Нет, ну подождите, ну где сам мэр? Да в ГБР он. Ну все. Ну шо все? Ну шо все? Подумаешь, куму заехал, по 50 выпьет и вернется. А может, действительно наказать решили? Кто? Новая власть. Вот сказали, что будет наказывать. Вот с нашего мэра начали. Здрасте. Здрасте. Да черт. О боже, изверги, они решили его не посадить, а так по-европейски наказать? Не, ну оно, если кум, то, может, не так больно. Так, а ну садитесь, шутники. Егор Григорьевич, а вы? Спасибо, постою. Господи, ну это кто же вас так-то, а? Это вас эти, из ГБР? Или из НАБУ? Или из ГБУ? Или все вместе? Это кто-то из наших. И более того, из присутствующих здесь. Вчера мы с вами были на тимбилдинге. Черт его дери. Играли в этот пейнтбол. Черт его дери. И кто там подстрелил мою задницу? Так, это же игра была, ну мало ли, кто-то случайно попал. Случайно? Это если один раз. А если десять раз в одну пятую точку, а то еще и контрольный. В голову? В яблочко. В самый глаз. В зрачок? В зрачок. Лучше бы мы в боулинг поехали. Но это уж неизвестно. Там шары-то покрупнее. Сергей Николаевич, попрошу вас. Значит так, отсюда никто не уйдет, пока мы не выясним, кто из меня сделал Ким Кардашьян. Правильно. Надо разобраться, кто такой дерзкий. Да, спасибо, Евгений Валерьевич, садитесь. Да как я могу, когда мой шеф не может это сделать? Спасибо за поддержку, садитесь. Да я за вас беспокоюсь. Вы же наш самый любимый, самый замечательный, самый справедливый, самый ласковый, самый... Евгений Валерьевич, а что это вы делаете? Походу он вам разу зализывает. Я, между прочим, еще даже и не начинал. Начинать? Не надо. А может вы в чем-то признаться хотите, Евгений Валерьевич, а? Кто? Я? Нет, я точно не мог. И точно не Лидия Семеновна. А почему вы сказали Лидия Семеновна? Ну, потому что пока вы играли в пейнтбол, мы с Лидией Семеновной... Что? ...за деревом... Повышали демографические показатели страны. Вы же сами приказали. Мы решили сразу не откладывать в долгие ящики. Хорошо. Тогда кто это сделал? У меня такое подозрение, что это Сергей Николаевич из Управления культуры. А какого это хрена сразу я? Ну, вот видите, где у нас культура, туда и стрелял. Обозначил проблему наглядно. Так по такому принципу у каждого департамента был мотив. Слушайте, раз такое дело, давайте всей мэрии к Дню Горда станцуем тверк. Солист у нас уже есть. Постановка еще замечательная есть у нашего ДК. Называется «Приключения на свою жизнь». Сергей Николаевич, давайте думайте. Помогайте. Но не очко обычно губит. Академия. Это что это было? Извините, смс. Смс? Поменяй рингтон. Слушайте, Григорьич, ну что вы действительно завелись? Выпейте 50 грамм, да успокойтесь. Да не могу я выпить, мне антибиотик в кололе. Вот жизнь, так как говорится. Ни капли в рот, ни сантиметров. Сергей Николаевич! Простите за вопрос, конечно. А куда кололи антибиотик? В руку кололи! В руку! Они там в больнице-то знают, откуда у него руки растут. Смс. Егор Григорьевич, извините, что я во время совещания. А можно вас на минуточку? Нет, нельзя, я занят. Говорите, что там? Там пришла ваша любовница. Она хочет увеличить грудь и попу. Просит денег. Давать? Денег не давать? Запиши ее на пейнтбол на воскресенье. Егор Григорьевич, а просто интересно, какого цвета? Фиолетового. С такими желтыми разводами. Похож он на баклажан. Не жопа, а баклажан. Баклажопа сплошная. Я говорю, какого цвета шарики пинтбола были? Так будет проще бандита найти. Зеленого. Так может это он сам? Да нахрена я ему нужен? Он про наш город даже и не знает. Ну как же, он же сказал, что будет наказывать. Пока посадить никого не может. Так вот летает на вертолете в снег. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Краска. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. На каком вертолете? Голубом? На зеленом. Григорьевич. Кто? Это проверка будет из Киева. Точно говорю. Что ты взял-то? Вы же сами всегда говорили, что я проверку жопой чувствую. Ты сейчас тоже что-то своей жопой почувствуешь. Подождите, а может быть это народ? Чего вдруг? Ну недавно к вам приходили люди со своими проблемами, с просьбами. А вы их всех послали. Опу. Ну? Ну может они это все буквально восприняли? Да не, глупости. Они меня любят. Ну а может, может глазил кто-то? Вот недавно бабушка видела, как вы в ресторане омаров едите. Ну и что, она сказала, чтоб я подавился. Я подавился и пошел себе дальше. Ох ты, е-мое. Да, алло, алло. Люда. Люда, да какая разница какого цвета подушка? Просто возьми самую мягкую и привези мне на работу. Да не буду я ни с кем спать. Я сидеть буду. Типун тебе на язык. Просто с сатницей сидеть. Давай приезжай. Вот же ждал бог жену. Егор Грёвич, а вы найдите в этом плюсы. Какие могут быть плюсы в такой заднице, а? Хорошо, что у вас она болит после пинтбола, а не после проверки губернатора. После проверки губернатора у мэра обычно язык болит. Тихо там. Вы давайте головой думайте. Может это конкуренты какие-то. Да какие конкуренты? Вы же ничего не делаете. Ну может бандиты. Какие бандиты? Бандиты все давно уже в Киев уехали. Они сказали, что после вас там выжженная земля. Брать нечего. А может это Робин Гуд? Или эти пришельцы? Точно! Инопланетяне прилетели. Украсть они вас не могут, потому что вы своей рукожопостью им планету поваляете. Сломаете. Понимаете? И у вас шариками. Вживили вас какой-то микроорганизм. Евгений Иванович, вы напомните, занимаетесь сейчас разработкой законопроекта легализации марихуаны? Да. Каждый день работаем уже вторую неделю. Вы перерывы делаете в работе? Несете такую ерунду? Это еще кто? Извините, пожалуйста, здравствуйте. Я директор пенбольного клуба. И что вам надо? Мы просто посмотрели камеры видеонаблюдения. А что, у вас есть камеры наблюдения? Ну, естественно, да. И мы теперь знаем, кто в вас стрелял. Кто? Кто это? Кто? Потащите, не говорите. Это не для общих ушей. Расскажите мне на ушко, давайте с вами отойдем вот сюда. Нет, 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 нет. Нет, я... Извините, я не собираюсь никуда уходить с человеком, который сам себе 10 раз в задницу стрелял. Я все объясню. Так. Это получилось случайно. Да вы все в городе делаете случайно. И все через задницу. Это... Да при чем тут это? Я просто... Ну, почесалась спина. Я рукой не доставал, вот я ружьем и взял. А оно на предохранителе не стояло. Вот я и... Черт. А что же вы сразу-то не признались? А вот признался бы я. И что? Вы бы меня тут вообще сгноили. И вы бы еще и в прессу слили это все. И я представляю эти газеты. Наш мэр, идиот и рукожоп. А чего вам бояться? Про вас других заколовков никогда и не выходило. Вы же с этим лозунгом на выборах-то и победили. Знаете что? Мои уважаемые советники и бывшие друзья. Идите вы на работу и делайте свое дело. Свободны. А вы, уважаемый начальник управления спорта, останьтесь. А я-то что? Все же прояснилось. Насчет десяти выстрелов – да. А насчет контрольного в яблочко – так и нет. Так а я-то тут при чем? При чем? Уж больно ювелирный выстрел получился. Из моих знакомых только один человек со званием мастера спорта по стендовой стрельбе, Александр Константинович. Григорьич, ну там ситуация какая была? Я вообще белке в глаз целился. Как я в дупло попал, до сих пор не понимаю. Я тебе сейчас это дупло на голову на стену. ДИЗЕЛЬШОУ Вы знаете, есть мужчины, которые раздают шоколадки детям в разных городах. А вдруг свой попадется? А есть мужчины, которые стараются сохранить хорошее теплое отношение со своими бывшими. Мало ли, где их потом можно будет встретить. Не верите? Представьте круглосуточный ЗАГС, в котором можно оформить свадьбу за час. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я уже в небо, папа, я танцую Под нашим танцую Класс! Серёня, мы только сегодня познакомились И уже в ЗАГСе Мы не слишком легкомысленные, а? Ну ты чё, Яныч? Мы же ещё в клубе договорились, что друг друга Как будто уже тысячу лет знаем Да-да-да, ты так угадал с буткой Знаешь, я только садим не угадал Что ты сразу литр выживешь Нормальные люди на втором стакане заканчивают Боже, как это классно Через каких-то пять минут мы с тобой станем законным мужем и женой Сто процентов А потом, как обещал, свадебное путешествие На Бали? Конечно Но вначале ко мне На Барщеговку Боже, какой ты романтик Ну какой романтик? Ну, если бы не твои принципы Я бы тебе давно уже где-нибудь на пляже сейчас Серёня, я тебе сказала, что до свадьбы не-не Да я чё, против, что ли? Ну, маленький пробничек секса, может, для начала Серёня, ты особенный Да я обычный Это ты особенный Ай, ну чё ты всё, свадьба-свадьба Может, для начала Приглядимся, а? Притремся Причпокаемся Боже, как захотелось попудрить носик Я сейчас без меня не женись Давай-давай Я бы нас жду Здравствуйте Здрасте, здрасте Серёжа А ты какими судьбами здесь? Может, нашёл меня, чтобы извиниться? Долго выслеживал, где я работаю Работаешь? Да, Серёженька, представляешь? Люди работают, в отличие от некоторых Что, пришёл опять денег занять? Господи, смотрю на тебя и поверить не могу Как я могла с тобой прожить 10 лет? А у тебя всё по-прежнему, да? Всё так же по клубам, за малолетками шатаешься, да? Куришь всякую гадость, пьёшь всякую дрянь, да? Нет, с этим я завязал, точно Да, ещё скажи, что ты за рулём пьяно не ездишь, да? Слушай, Марыш, я вообще случайно зашёл Я пойду, пожалуй, всё Ой, слушайте, а я уже переживала, что вы там уснули И никто нас, Серёня, не распишет Распишет Серёня Да? Такое красивое имя Серёня Лопатуня Вы знаете, а мне кажется Ему больше подошло бы имя Антон Потому что... Или Тарас А мама, я танцую Подношу, давай, 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 давай А ты злопамятная, Марусика Специально сюда устроилась, да? Чтоб нам праздник испортить, да? Да Это ещё ничего, Серёжа Моя мама в церковном хоре поёт А мы венчаться не собираемся, знаешь А мы тебя отпевать будем А вы, наверное, невеста? А не надо завидовать Вы такая нарядная Да Прям с утра нарядились? Вчера, снего утра Господи, как хорошо, что мы с тобой развелись А вы знаете, что у нас, Ириня, была прям вот любовь с первого взгляда Вот мне кажется, что вот я о Серёже прям знаю вот всё-всё-всё Да вы что? Боюсь, далеко не всё А вот Серёня, он, знаете, он не такой, как все Вот мы с ним решили, что в честь нашей любви мы набьём татуировки на груди с именами любимого Да Простите, а как зовут вашу невесту? Невесту? Как зовут тебя? Яна Спасибо Яна Боже, как вам повезло Ведь у Серёжи уже есть такое тату Как? А, Яночка, ты подпудрив носик ещё, пожалуйста Так я уже пудрила И уши под шапку заправь заодно, сходи Послушай, что ты выпендриваешься, а? Я же уходил, всё тебе оставил, а? Долгие дети? А этого мало Я просто не понимаю, чем она лучше? Ну, слушай, ну, у женщины должна быть загадка Твои загадки я все разгадал, мне с тобой скучно А тут прям загадка вселенной Вот прям не знаешь, что ты первый от неё подцепишь, да? Вот прям решил жениться на этой загадке Вы что-то несёшь, ну, сейчас у тебя распишемся тут Ко мне съездим быстро И вечером разведёмся у тебя же Э, нет, дорогой На развод у нас длиннющая очередь Очередь? Очередь! Боже, Яна, у них тут очередь У них закрывается, всё, пошли Пошли Серёнь, подожди, мы же всегда так спешили Мы же так всегда спешили Что Серёня даже сел пьяным за руль Первый раз в жизни Знаете, что я думаю? Что и вы у него первая Да ладно! Да ладно! Да-да! Да? Ну что ж, перейдём к церемонии бракосочетания Я вот тут так подумал Может быть, не сегодня Я посмотрел лунный календарь, сейчас лунное затмение Серёня, я же не свиверная Вот как раз таки, в точно такой же день Прекрасный день, моя подружка выходила замуж И закончилось всё прекрасно Муж, овер, квартира ей Я согласна, откладывать никак нельзя А, кстати, кто будет оплачивать услуги ЗАГСа? Да, кстати Яночка, может ты оплатишь? У меня просто все деньги на карте А у нас есть терминал? Да Пин-код сложный, забыл просто, ты знаешь А я могу напомнить? Четыре ноля Ладно, давайте поженимся, потом оплатим Боже, как он хочет на мне жениться Всю жизнь об этом мечтал Да Слушай, я тут подумал Может, всё-таки венчание, а? Серёня, подожди, ты же сказал, что ты атеист А ты знаешь, я вот тебя встретил И сразу уверовал Это же не может совпадением быть Итак, влюблённые, возьмитесь за руки Отныне ваши души Связаны двумя нитями судьбы Нежной и крепкой нитью невесты И не такой уж крепкой, как в молодости А точнее сказать, болтающейся ниточкой жениха Боже мой, две ниточки Это такое ощущение, что я так по клубочку к тебе шла Я вас умоляю, какой там клубочек? Так, обрезок Сегодня здесь ровесница инстаграма И ровесник бобинного магнитофона Вы просто созданы друг для друга Как бабочка и козёл Как нежный цветок и баран А побыстрее можете? Как голубка и гулящий кобель Быстрее! Эх, молодые, всё время торопятся Видимо, ниточка с каждым днём всё слабее И Серёжа в пятьдесят Может в пятьдесят пять Стать серунишкой Какой-то странный у вас текст Но так пробивает на слезу Вы знаете, нам тексты само Министерство культуры пишет Согласен ли ты, скотина? Кто? Ой, Серёня Испортить жизнь ещё одной молодой и перспективной девушке Да, то есть нет Как нет? Серёня, ты сказал нет Он сказал нет Я сказал, в смысле нет В смысле надо всё Да, да, да Он сказал да Прошу вас закрепить своё желание клятвой Давай Жених, повторяйте за мной Я Я Беру тебя в жёны Беру тебя в жёны Обещаю любить и оберегать Обещаю любить и оберегать Потом брошу и уйду Потом брошу и уйду Дубой, но с сиськами Другой, но сиськами Ты что? Что? Простите, по-российски это тоже министерство писало? Мне нравится это министерство Да А вместо вальса Мендельсона звучит любимая песня Сирюни Возвращался с кабака Очень поздно вечера Дождь на голову мою Лью, и лью, и лью Вижу огонь вдали Делать было нечего Прям не вбросил в класс Ирюня мне же эту песню посвящал в караоке Блин, как это романтично Ломбард, запой, тотализатор Весь жизненный путь Сергея А сейчас, молодые, прошу вас обменяться кольцами Я смотрю, Сирюня так и не решился коронку переплавить Властью, данной мне Украиной А также десятью годами отданными не пойми кому Объявляю вас мужем и... Ян! Сгоняй за колой, а? Ты что, Сирюня, ты же самая интересная Ну что сейчас потом отмечать-то, а ты вискарь без колы не пьешь все равно Какой ты заботливый Сейчас, Боже, сейчас вернусь Марусечка Ты знаешь, ты права, ты знаешь Все забегался, как-то заигрался Все думал, восемнадцать А она уже... Понимаешь, может ты меня простишь еще раз? Я вот сейчас все так осознал Не выдавай меня за нее, прошу тебя, мне нельзя Знаешь что, Сирюня, женщине в сорок уже не нужны восемнадцатилетние оправдания пятидесятилетнего мужика Все-таки у нее действительно нет того, что есть у тебя Мозгов? Претензий Сирюня Колы не было, я взяла пивоза, правда он теплый, ничего Совет вам, да любовь Горька! Всем, кто варит пельмени по второму разу Всем, кто может есть яичницу две недели подряд на завтрак, обед и ужин Всем разведенкам в трениках и тельняшках посвящается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все так же поднимается утром, но некого тащить мне в кровать И в этом только два виноваты ты и мать Твоя мать, твою мать Никто меня не гонит с дивана И постоянно включен футбол Вчера я целый день в туалете сам прах вел Никто не сказал, давай выходи, вот я засиделся и ушел Ржавеет на балконе стиралка Посуды грязной горы растут Ты посмотри, что ты натворила в доме тут Что ты думала? Бросила меня одного с тремя пьющими друзьями? Раненое сердце не сошьешь Пивом с водкой горе не зальешь Я давно не видел секс в своих трусах Даже смс-ку не пришлешь Я не знаю, с кем и где живешь И на чьих теперь ночуешь в животах А все могло бы быть по-другому Любовь всегда возможно спасти Если бы не двое придурков Мать и ты Все как у меня Один в один Я мог гораздо чаще бы мыться Похудеть и месяц не пить Но если бы я мог это сделать Знах мне ты Красавчик, не в кровь, а в глаз Даже фигня Я мог бы для тебя измениться И заработать, и не храпеть Но у тебя же выход был проще Потерпеть Моя бабушка деда 90 лет терпела И перетерпела Это точно Хороший мужик на дороге не валяется А я, кстати, вчера валялся Мы могли бы стать лучше Мы могли бы стать стройнее Но мужик мужиком быть должен А не с возливым геем Раненую полку не зашьешь Сорок лет ты пару не найдешь Все равно ко мне назад придешь Там, где любят, помнят, ценят Жрать хотят Каждый день посуду буду мыть Будем вместе мозг мне выносить Я во время сексом буду Тещу представлять Это лишнее Я пинь-код от карточки скажу На Мальдивы я тебя свожу Крепостную будем вместе обсуждать Все мои заначки покажу На балконе вещи все сложу И в квартиру пропишу я твою мать Дизель Шоу Ну че, Сань, как в БТИ сходил? Да легко Сан Саныч все вопросы порешал Я даже в очереди не стоял О, а в Теплоэнерго? Да, то же самое Сан Саныч все решил и проблем нет Может тебе он и в паспортном столе Твой Сан Саныч порешал все, а? А как ты догадался? Сан Саныча все уважают Угостил каждого и нет проблем А, слушай, может он мне в МРЭО сможет помочь? Думаю, да Сан Саныч вот такой мужик Эксперт в любом вопросе Говорят, в Верховной Раде Скоро кроме кнопок «За» и «Против» Добавят еще одну Мне пох Пока единственный, кто умеет пользоваться этой кнопкой Депутат Кива Если из политического ток-шоу Вырезать оскорбления участников Останется только Добрый вечер Мы рады приветствовать вас на нашем шоу Итак, представьте Публика политических ток-шоу На любом украинском канале Это шоу Жухаются с кожным? Шо? Ой, ес Сосутся с кожным? Сосуйся кожным Это в соседнем павильоне, бабуля А А это что, зашел Кто-бордель по-украински? А какой сегодня день? Пятница, бабуля А, ну тогда понятно Депутаты уроды, козлы, извращенцы Шо? Ну это же программа Трендите снова Бабуля, это свобода слова А А скажи, это свобода с Славиком Штуцером или без? А вам-то какая разница, бабуля? Нет, ну просто За свободу Славика больше платить А, Славика, Славика, да А, Славика, ну я тогда остаюсь Хорошо Так, шалава, пошла отсюда Это моё место А какая вам разница, где вообще сидите, на чём? Может быть и тебе нет разницы, на чём? Славика, да А я с этого места до трибуна могу доплюнуть Пшла-пшла отсюда Пшла-пшла отсюда Милок Ты тоже присаживайся В ногах правды нет А, ништяк Может, зря я его, это, посадила Может, это депутат какой из новых Слышь, ты это, не депутат с часом? Нет, ты чё, бабка, гонишь? Я политолог Всем даю совет Берите деньги перед эфиром Таки нашла чему учить Так я всегда доберу деньги А, правильно Аванс, святое дело Я сама идейная Коммунистка, недодекоммунизированная Нет Я просто снимаюсь в шоу за деньги И считаю, что это хорошая идея Как я вас понимаю Ой, нравится мне этот Славик Лысый Из-за границы приехал Разговаривать складно Как Ленин А он сейчас он не еврей? Что это вы меня спрашиваете? Ну как Рыбак рыбака Я помню Славика еще Когда он итальянцем был А потом канадцем Добрый день О, я сейчас Славик уже не тот Толстый стал Он волосы красить начал Слушайте, я не Славик Я не Славик Так, ну что, массовочка собралась у нас, да? Хорошо, молодцы А чё это ты тут раскомандовался, а? Так, послушайте, я распорядитель, кстати, да Вот, денежки О, бабосик За прошлый, да, эфир, пожалуйста, передавайте туда всё Ой, отлично За что дают? Это мы даём за шоу «Время трындеть» Вам не даю, вы не на трынделе Как не на трындела, это же я сказал, что при Янке пенсионерам лучше жилось А, так это вы были? Ну А вы знаете, что из-за вас шоу закрыли? Потому что не нужно было поднимать тему продажи земли Ну зачем? А меня интересует эта тема Потому что мне нужна земля в центре, метр на два, рядом с дедом Понимаете, вы вот встряли тогда не вовремя и, по сути, похоронили карьеру молодого депутата Так, всё Верните деньги! Вообще оборзели, совесть потеряли! В тюрьму вас всех надо! Бабушка, вот сейчас вот так было Здорово, круто, но когда начнётся прямой эфир? Хорошо, договорились? Всё, итак, а, и кстати, я прошу вас не устраивать драку, как вы сделали в прошлый раз Шуфрич первый начал И, друзья, я напоминаю всем, массовочка, да, у нас шоу выходит в прямом эфире Да, в прямом Как в прямом? Подождите, мне в прямом никак нельзя Вообще не надо, чтобы меня показывали Я вообще жене сказал, что я вон, мусор пошёл выкинуть, видали? Так, сидите, пожалуйста, хорошо Бандугать! 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 Бабушка, вот знаете, сразу видно, что вы спортом не занимались, потому что у вас постоянно фальстар А? Ну мы, вы, мы же с вами с какого года уже работаем вместе? Ну вы же знаете, какие банды, о чём вы вообще? Ага, лица не меняются, а банды всё те же Так, всё, внимание, я напоминаю, всем будут показывать, да, поэтому всё время делаем что-что, улыбаемся, правильно? Чё, всё время улыбаться, что ли? Ну не всё время, можно не улыбаться, когда будут говорить про коммуналку, плохие дороги и про пенсии, хорошо? Да, всё Короче, времени отдохнуть не будет Ну почему не будет? Там будет подниматься вопрос повышения зарплат А, да, там все ржут Так, всё, давайте, пожалуйста, сразу определимся Значит, здесь у нас будет оппозиция, да, располагаться, а здесь, соответственно, все остальные Хорошо? Всё, давайте Так, ладно, хорошо, напоминаю, здесь будет платить 200, здесь 300 Вот Изначально я правильно сидел И, соответственно, вот здесь вот будут платить сегодня, да, ну, а здесь через недельку через ФОПы Да что же такое, а? И что мне осталось вам напомнить Ага, здесь платим в гривне, ну а здесь, ребята, поздравляю в долларах Вот Скажите, пожалуйста, вы не могли бы сразу весь прайс-лист озвучить? А то у меня уже ноги устали думать Сядьте, пожалуйста Так, теперь, внимание, проводим перекличку Приготовились, так, гоньбисты тут у нас Гоньбов, гоньбов, гоньбов Так, хорошо, очень хорошо Раскладку получили? Да, помните, с 38-й минуты гоньба заменяем на молодец И смотрите, не перепутайте, как в прошлый раз, потому что опять останетесь без денег Так, идем дальше Молодец, как придумал, гоньба тебе за это Я думал, вы уснули, ну ладно, так, идем дальше Драчун, драчун есть у нас? Подождите, у меня по списку только один А, по списку, Господи Ты же им объяснишь, что драчун это драться А то будет как с Кивой в Раде Спасибо, бабушка Так, напоминаю, сегодня, если депутаты во время прямого эфира будут вас бить Они будут вас бить То у нас нововведение С сегодняшнего эфира вы можете отбиваться Вот О, Нистяк, ты только скажи, кому втащить, я втащу сразу Ты поймешь, я в него плюну Так, и дальше, я хочу, чтобы вы помнили, драка должна продолжаться не больше трех минут Хорошо? Да легко, засекай Да не сейчас! Как скажешь Так, а, подождите А вы у нас кто? Милая леди Очаровательная дама Вы у нас кто? А шо, не видно? Путана? Я Путана на шоу давай обсудим А здесь я частый предприниматель Анжела Ага Ага, подождите, но у меня вас сегодня нет в списках Да я сюда просто заглянула Да ладно, не просто Короче, сейчас же новых депутатов молоденьких много, да Я так им быстренько, тихонечко визиточки свои пораздаю, так сказать, и все Все понятно, хорошо, во время шоу наблюдаю Что же вы плюете сегодня все? Еще раз вот сделаю Я репетирую Да? Вы думаете, я обычный распорядитель? Тьфу! Меня не переплюнет Так, Анжела, в общем, во время эфира смотрите за бабушкой и делайте все, что будет делать она Плюйся, плюйся Так, идем дальше Кто у нас представитель нацкорпуса? Я прошу прощения, вы представитель нацкорпуса какой нации? А, вы про этих? Я их видел внизу, у них там какие-то проблемы с пропуском Ага, спасибо Братан! Умань наш! Так, подождите, мы с вами не закончили Скажите, вы поддерживаете нынешнюю власть? Скажите, а камеры уже включены? Какая разница? Ну, в зависимости от этого ответ может кардинально меняться А послушайте, камеры не включены, у нас репетиция идет Тогда вам зачем это знать? Ну, слушайте, вы можете мне просто сказать, вы поддерживаете власть или оппозицию? Я поддерживаю властную оппозицию А вы можете определиться, вы за наших или нет? Извините, за наших ваших или за ваших наших? Так, так все, сядьте, пожалуйста Так, я смотрю дальше, у меня по списку человек из народа Где человек из народа? Я человек из народа Встаньте, пожалуйста Пожалуйста Да вы почему в трусах? Снять? Нет, объясните Что? Это я как бы символизирую, что эти депутаты ады обобрали народ до трусов Так, понятно, хорошо А вы помните свой вопрос? Конечно Где буфет? Какой буфет? Так, вы сегодня за власть или за оппозицию? Не, ну а тут знаете какая штука? Я пока трезвый, я за власть Я как только выпью, я сразу в оппозицию перехожу Понятно Тогда запоминайте, у вас будет вопрос про ужасное состояние канализации Говно вопрос Только не вставайте, хорошо? А, конечно Садитесь Так, ага, вы, вы у нас, я так понимаю, представитель молодежи? Не, я провокатор Ну, будьте представителем молодежи Говно вопрос Э, это мой вопрос, алло Я тебе сейчас тащу стул Так, спокойно, сели, 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 сели Здравствуйте Здравствуйте Вы кто? Мне куда? Вы кто? Добрый день, я из Кривого Рога и у меня вопрос А, вы звонок в студию Так, вот туда проходите, вы там сидите Так, так, еще проверяем дальше по списку Пьющие есть? Отлично, вы сегодня эксперт В смысле эксперт? Я же в политике, не бум-бум Пьющие, не разбираетесь в политике, не смешите меня Так, перебивать людей умеете? Да Вы точно умеете? Все, вижу, умеете перебивать людей, хорошо Так, вот, пожалуйста, вам бумаги Будете тыкать их в лицо всем И, главное, громко кричать аббревиатуры МВФ, СБУ, КХБ, ну, в общем, все подряд А, понял ЛВЗ ЛТП ПВХ Нет, лучше просто сидите Так, и дальше, внимание, какой у нас случайный вопрос? Вот здесь мне написали, кому и на какой минуте я задаю случайный вопрос Только, к сожалению, не написали, сколько я за этот случайный вопрос получу Тут конкретная сумма или случайная? Ну, вы же слышали? Умань наш Достаточно Так, идем дальше Я напоминаю, что у каждого из вас есть пульт для голосования, да? Только прошу вас не путать, как мы голосуем, хорошо? Я за всех нажму Так нельзя делать Как нельзя? Вразе можно, а тут нельзя? Послушайте, бабушка, тут не рада Ага, состав практически идентичный Слушайте, алло, а я не понял, у меня что-то пульт не работает вообще Правильно Пульт для красоты Мы сами на диаграмме выведем все, что нам нужно Так, хорошо Если вы готовы Так, пробуем, пробуем, аплодируем Мацавочка, Мацавочка готовы Хорошо, хорошо Все Славик, Славик Встречаем Славика Дима, ты всех подготовил? Да, всех готовил Мацавка, конфета просто Добрый вечер Добрый вечер Мы переезжаем на другой канал Потому что он честный, неподкупный, принципиальный И всегда на стороне народа Платить больше? Да Поехали! Пойдемте Дизель шоу Дизель шоу Дизель шоу Дизель шоу Мы здесь веселимся И всех веселим Дизель шоу